Чтобы чувствовать себя счастливым, тебе постоянно надо держать всех под контролем, манипулировать, провоцировать. Это то, что тебя радует. Всем привет, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта и психотерапии. Меня зовут Алексей Красиков. Здравствуйте. Мы продолжаем разбирать сериал Триггер и это четвертая серия первого сезона. Поехали. Ну что же, у нас есть три момента в четвертой серии, на которые я бы хотел обратить внимание. Начнем мы с Леры, моей любимой героини данного сериала. Во всяком случае, пока что первого сезона, потому что второй я еще не смотрел. И не надо мне, пожалуйста, рассказывать всякие спойлеры, что там будет и как. Мне хочется посмотреть самому. Значит, мы видим классику жанра, где Лера транслирует, во всяком случае, человеку, Артему, что она в него влюбилась. Если вы помните, в предыдущей серии мы разбирали о том, что Артем перегнул немножко палку с экспериментом, формируя новую рефлексорную дугу, так сказать, но замкнул ее на себя. Что, в принципе, достаточно частое явление, потому что есть такое понятие, Вселенная не терпит пустоты. Или свято место пусто не бывает. Вот в психотерапии очень часто одну пустоту мы стараемся чем-то заполнить. И после расставания очень часто инстинктивно люди, которые не умеют отрабатывать те проблемы, которые у них случились в первых, грубо говоря, отношениях, они вот эту пустоту начинают заполнять. Как правило, вот Бог знает чем, да? И вот во второй или в первой серии, не помню, мы видели, что жена Артема Стрелецкого точно так же делала, заполняя пустоту неким правильным мужчиной, неким правильным парнем, чтобы только не быть одной. Вообще, надо сказать, что вот эта тема, только бы не быть одной, а бы чтобы был хоть кто-нибудь хороший такой плюшевый медвежонок, это частая история. Здесь неоднозначно, может быть, стоит снять отдельную лекцию, поразмышлять с вами на тему, как закрывать эту пустоту. От себя сейчас могу сказать, что я не могу сказать, что есть правильно или плохо. Где-то, наверное, в каком-то конкретном кейсе правильно отвлечься и дать себе возможность на новое отношение, чтобы показать себе, что жизнь есть дальше. И что это, в общем-то, не конец света. И нужно показывать и жить дальше. В других кейсах очень важно понять, что если с одного костыля, грубо говоря, перепрыгивать с одного костыля на другой, то, в принципе, паттерн, он не изменится. И вот этот сценарий, вот эта игра, как писал Эрик Бёрн, она продолжится. Поэтому, если уж и вступать, как мне кажется, в новое отношение, то вступать, так скажем, с проведенной работой над ошибками. Окей? Дальше. Это вот все, что по Лере в четвертой серии. Следующий кейс, который хочется разобрать, это, значит, сами отношения Артема и его папы. Здесь я попрошу, кто смотрит со мной первый сезон, повнимательнее посмотреть, как выглядит Эдипово противостояние отцов и детей, как выглядит именно противостояние альтер-эго папы и его сына, где они фактически соревнуются, кто из них мужественней, кто из них круче, кто из них профессиональней. И вообще, вот эта конкуренция сына и отца, это достаточно частое явление, когда папа, грубо говоря, не то чтобы даже гнобить сына, а высказывает постоянные какие-то упреки, недовольства. И как только сын старается, а сын в этот момент, естественно, старается перегнать отца, в этом и есть, собственно говоря, Эдипов комплекс. И как только у сына что-то получается, папа начинает его контрапупить. Поэтому мы вот в третьей серии видим очень хорошую фразу со словами «За что ты мне так топишь?», да, когда там на разбор его повели комиссии. И вот это вот как раз очень хорошая демонстрация, как выглядит Эдипов комплекс. В жизни обычно это выглядит чуть-чуть более смещённо. Обычно сын старается добиться различных успехов, различных каких-то достижений, чтобы доказать отцу, что он что-то из себя представляет, потому что папа его гнобил всё это время. И своими успехами сын пытается заслужить внимание, любовь и признание. В этом и есть, собственно говоря, Эдипова проблематика, из которой мы стараемся выйти из этой конкуренции. Ну и переходим к главному кейсу четвёртой серии. Это же женщина, которая отказывается от секса со своим мужем. Тоже достаточно частая история. Тут нам режиссёр показывает в самом начале серии типичное оправдание серии то голова, то живот. И там прям обыгранное это то ли голова, то ли живот. Вчера голова, сегодня живот. Пять минут назад голова, оказывается живот, она сама запуталась. Потому что, конечно, очень часто женщины используют различные соматические жалобы для того, чтобы не вступать в половую связь по разным причинам. Кому-то может быть на самом деле просто больно. Кому-то уже не нравится сам секс в отношениях, потому что, как говорится, психофизиологическим языком психические рефлексы с усиленным концом притупились. И уже никакого удовольствия, никакой радости нет. Либо есть какое-то удовлетворение полового влечения на стороне, либо есть какая-то обида, какая-то недосказанность. И очень тяжело вступать в половые отношения искренне, когда у человека есть много нерешённых, недосказанных таких моментов. И, в общем-то, тут мы видим всю эту картину. Матвей проследил за женой нашего героя и нашего кейса. И, конечно, это не самая хорошая история, потому что психотерапевт всё-таки не следователь, и его не нанимали следить. И тут это немножечко приукрашено. Но, в общем, обычно мы это узнаём в кабинете психотерапевта, в кабинете на персональных занятиях. Но здесь показано, что Мотя, в общем-то, проследил за ней, узнал, что она там ходит на курсы по самбо, румбо, там, что это было. И, в общем-то, всё становится ясно, что у нас этим пожилым человеком ходит на свидание в гостиничный номер после танцев. И тут возникает вопрос. Почему именно пожилой? То есть режиссёр мог бы просто, скажем так, ограничиться тем, что жена ходит на какие-то танцы в фитнес-клуб или ещё куда-то, а потом со своим тренером или партнёром занимается сексом в гостинице. Но режиссёр и Сергей решили, консультант сериала решили закрутить чуть-чуть поинтереснее. Там был именно пожилой мужчина, да, что они хотели показать. И они показывают нам развитие истории Кейса, что у этой женщины был дедушка, который, в общем-то, видимо, домогался и насиловал, можно так сказать, свою внучку. И здесь возникает очень интересный психоаналитический момент. Она, с одной стороны, ненавидит своего дедушку за такое поведение, а с другой стороны, это первый её мужчина. И тут возникает амбивалентная фиксация. С одной стороны, он вызывает у неё возбуждение, вызывает у неё интерес, а с другой стороны, она хочет, чтобы он умер, чтобы его больше не было в её жизни. И именно поэтому режиссёр нам показывает фрагмент, где в диалоге эта женщина говорит, что я первый раз испытала оргазм именно с пожилым мужчиной, потому что фиксация всё-таки в детстве состоялась. И вот это очень важно понимать, что вот эти первые детские фиксации на отце, дедушке, они очень часто потом переносятся в определённую сексуальную игру, в определённые предпочтения, иногда даже перверзии. И это важно понимать. Причём как со стороны мужчин, так и со стороны женщин всё примерно то же самое. Мамы, сёстры, всё это, в общем, ещё профессор Фройд описывал больше всех. Ну и, собственно говоря, сам эксперимент. Эксперимент заключается в том, что вот этот актёр, который в гостиничном номере сыграл сердечный приступ, это такой разрыв, опять же, рефлекса, где человека помещает в стимул и реакцию, то есть пожилой человек, возбуждение, но нужно было вытеснить новым вытесняющим стимулом страха. Пожилой человек, страх. Где Артём поставил, как бы, девушку перед фактом и показал, что она будет чувствовать, если всё-таки её дедушка, так сказать, умрёт от её действий. И она испытала страх, ужас, и вот пережив вот этот вот страх и ужас, она вроде как вылечилась. Здесь немножко спорный, я бы сказал, такой момент, да, он скорее немножечко высосан из пальца, но конфигурация показана верно. Единственное, что я бы поспорил по поводу способа терапии, потому что здесь обычно мы говорим об этом в лечении, в терапии, и мы говорим о том, как мы можем поступить с этим. Артём решил поступить более жёстко, испугав её. Это фактически такая шоковая терапия, да, но непонятно, что там будет с мужем дальше, да, потому что всё-таки даже если она расфиксировалась как бы с этим мужчиной, то маловероятно, что вдруг она начнёт испытывать жгучее половое влечение удовольствия от стандартного партнёра, так сказать, да, или это будет выглядеть в виде обязательств. Поэтому очень важно в психотерапии понимать, что если вы имеете какие-то собственные предпочтения, какие-то собственные интересы, какие-то собственные фантазии, пытаться насильно это переделать часто достаточно, не то чтобы сложно, а и не нужно, и не очень правильно. Лучше это принять, понять и научиться с этим обходиться, с этой правдой обходиться искренне и честно. Вот что нам хотел показать четвёртая серия. Большое спасибо режиссёру и Сергею, и актёрам, особенно Валерии или Виктории Масловой, не помню, по-моему, Виктории. Очень хорошо сыграно, очень хорошо показано, и Сергею Набисяну отдельное спасибо тоже за проработанные кейсы героев. Дальше в пятой серии мы разберём очень интересный такой случай из подростковой терапии, где мы увидим припадок якобы эпилепсии у молодого человека. И я расскажу о том, как дети иногда себя ведут, и почему они уходят в невроз и другие невротические расстройства. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта и психотерапии. До встречи!